Международный день инсульта Нас сегодня встречает директор Центра, академик Пиратов Михаил Александрович и заведующий отделением нейроэмитации физиотерапии, профессор Российской Академии Наук Супонева Наталья Александровна. Мы сегодня будем говорить о проблемах инсульта, но предварительно я сделаю такое небольшое введение. Мы, наверное, в силу нашей национальной скромности редко об этом и говорим, но это надо все-таки признавать. Вот следующие факты. Можно считать, я смело могу утверждать, что современная история изучения инсульта началась в Советском Союзе. И вот факты, которые говорят об этом. В 61-м году в России впервые были созданы противоинсультные бригады. В Стерновске, в Москве, в Петербурге, в Ленинграде в то время и так далее. Стали больные рано госпитализироваться в больнице. Появилась необходимость в развитии интенсивной терапии. Появились отделения для больных с острым нарушением мозгового вращения. Палата интенсивной терапии. И уже к 70-м годам сложилась четкая система оказанной помощи. Но я назову так, допустим, первые методические рекомендации по интенсивной терапии при острых нарушениях мозгового вращения были написаны еще в 1973 году. Вот нами совместно с Академиком Боголеповым. Но в 75-м году был такой уже подменный какой-то итог вот этой всей работы. И вышла фундаментальная, труд фундаментальной монографии, которая называлась «Сосуистые заболевания нервной системы». Подредация Академика Шмидта Евгения Владимировича. Это пионеры изучения патологии магистральных артерий при нарушениях мозгового вращения. И вот в этой монографии был собран весь опыт, который тому времени сложился в нашей стране, показания сута. И сразу отмечу, чтобы с этой темой закончить. А что в других странах, когда все это появилось? Надо сказать, что первая палата интенсивной терапии была открыта в Торонто в 1975 году. Первая в Европе палата интенсивной терапии в Швеции в 1980 год. А современный строк-юнит появился в Германии в 1994 году. А у нас уже в 70-х годах сложилась четкая система оказания помощи. Михаил Александрович, вот та монография, которую я вспомнил, там много было, что уже собрано. Вот так тезисно, что, можно сказать, основное, что было в этой монографии? Здравствуйте, коллеги. Ну, действительно, я вообще мог бы начать даже еще с более ранних моментов. Ну, например, если мы говорим о кротидных эндартероктомиях, то есть операциях на внутренней сонной артерии, то первая операция была сделана в Соединенных Штатах Америки в 1954-1955 годах. У нас ее сделал доктор Богатырев в 1956 году. В 1967-1968 году в стенах института была выполнена кандидатская диссертация, посвященная тромболитической терапии при закупорках позвоночных артерий с помощью тогда разработанного Евгением Ивановичем Чазовым фибринолизина. Об этом тоже далеко не все знают, но, тем не менее, это действительно, так сказать, факт. И если говорить о определенных каких-то итогах, о которых вы упомянули в этой монографии, то там был сделан колоссальный вклад в изучение морфологии головного мозга при нарушениях мозгового круга. Классно верный, Александр Николаевна. Да, совершенно верно. Тогда уже начались очень серьезные работы по реанимационному обеспечению наиболее тяжелых больных. Очень серьезные исследования делались в области и гипертонии, как одного из основных факторов риска, и атеросклероза, соответственно. То есть, та монография на этот период времени действительно была совершенно уникальной, передовой. Она вообще отличалась от тех монографий не только содержанием, но и качеством вообще оформления, издания. Это был такой фолиант огромных совершенно размеров с массой цветных фотографий, включая ангиографические исследования, морфологические исследования, целый ряд других. Действительно, это был некий итог на тот период. А ровно через год вышла в тогда очень популярной серии «Библиотека практических врачей» книга «Острые нарушения мозгового кровообращения» по редакции Шмидта-Лунева-Верещагина, которая на многие-многие-многие годы стала настольной книгой для врачей нашей страны. Потому что там в концентрированном виде, там примерно около 300 страниц, была изложена и патофизиология, нарушение мозгового кровообращения, и современное лечение, ну и все, что можно было только написать для действительно применения всех этих знаний в практике. Вот такая славная история. Это все история Советского Союза. Надо сказать, конечно, мы потом отстали. Отстали серьезно, отстали мы технически, поскольку нейроизуализация началась уже в 80-90-х годах в Европе и в Америке. А когда у нас был установлен первый томограф? Ну, это была целая история. Я не совсем могу рассказать детали, но могу сказать такую вещь, что на самом деле для решения вопроса о том нарушении мозгового кровообращения по ишемическому типу или геморрагическому типу у одного из руководителей нашего государства, для этой цели был куплен один из первых компьютерных томографов. И мы вот так получилось, что в институте неврологии был установлен первый компьютерный томограф в нашей стране, если мне память не изменяет, в 1976 году. И я помню, поскольку точность диагностики была совершенно потрясающей, многие клиницисты радовались как дети. Вначале они отрицали это. Анатолий Иванович, мы с вами это прекрасно помним. Отрицали, так сказать, возможность, скажем так, точность диагностики компьютерной томографии. А потом, когда это подтверждалось очень часто при анатомических исследованиях, через год примерно люди начали радоваться как дети, что они угадывали с помощью своих клинических знаний, клинического опыта диагноз ишемического или геморрагического инсульта, который и сейчас, мы с вами это прекрасно знаем, достаточно сложно этот диагноз поставить на основании данных клиники, поскольку даже так называемые приходящие нарушения мозгового кровообращения на самом деле они могут быть вызваны совсем не обязательно ишемией, а мелкоточечными кровоизлияниями. Поэтому компьютерная томография тоже слоны, в общем, если говорить о слонах в России, то они тоже, компьютерная томография, появилась в нашем центре. И если вернуться уже к современностям, современным проблемам инсульта, скажу, что вот здесь уже начало 2000-х годов, я бы еще одну монографию назвал, которую знают многие ученые, аспиранты, когда ее изучают. Это монография Евгения Ивановича Гусева и Вероники Игоря Скворцовой, она называлась ишемией головного мозга. Это был 2001 год. Вот там были собраны все сведения, в основном, конечно, зарубежные, касающиеся проблем современных, проблем изучения инсульта. И вот благодаря такой активности, благодаря участию Вероники Игоревны, Скворцовой, вот правительство нашей страны в 2009 году приняло программу и стало финансировать борьбу с инсультом. И вот сейчас по оказанию помощи, у нас точно такая, как в странах Европы, в Америке. Программа работает 10 лет. Уже создано больше 600 центров, первичных и оригинальных сосудистых центров, где оказана помощь на самом современном уровне. Имеется маршрут, больные сразу с инсультом попадают в революционное отделение. Там нейроизуализация, вся лаборатория, если нужны нейрохирургии, интенсивная терапия, все как везде. Это уже у нас есть. Надо сказать, что в последние годы уже появилась тенденция к снижению заболеваемости и проведено много регистра. Кстати, первый регистр тоже был проведен в 70-х годах, на годах нашей страны, именно в вашем институте. Вот был проведен регистр 13-й территорик и изучена заболеваемость, смертность, летальность. Я скажу, что программа уже работает 10 лет, есть какие-то первые итоги, они опубликованы, но на что обращаешь внимание, как резко снижилась летальность у больных, особенно при геморрагическом институте. Почему, Игорь Александрович? Ну, я думаю, что достаточно тут понятные причины. Просто люди стали больше внимания уделять своему здоровью, и появилось больше возможностей, во-первых, приобретать тонометры, ну, совершенно банальные вещи, плюс, скажем так, достаточно много препаратов, снижающих артериальное давление, они вполне по средствам, подавляющим большинству населения. Ну, я имею в виду, например, каптаприл, препарат, который, так сказать, применяется для быстрого снижения давления, конечно, это не лечение гипертонической болезни, но вот снижение... А то же касается летальностью снижения здесь. Ну, здесь, конечно, большую роль сыграли вот эти сосудистые центры, о которых вы сейчас говорите. Почему? Потому что вообще в Минздраве проводится колоссальная совершенно образовательная деятельность по повышению квалификации людей, которые работают в этих центрах, плюс в 2011, 2012, 2013 годах были предприняты правительством большие усилия по оснащению оборудованием этих центров, то есть сейчас компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, ультразвуковые установки не являются чем-то исключительным для нашей страны и прерогативой только, скажем, областных или очень крупноградских больниц. Они стоят во многих сейчас больницах, в том числе и районного уровня, и это, безусловно, приводит к тому, что скорость постановки диагноза высокая, плюс, соответственно, мастерство реаниматологов, неврологов, нейр-реаниматологов, оно, безусловно, повышается, и все это приводит к тому, о чем мы сейчас с вами говорим. Ну, еще надо сказать о том, что помимо нейр-визуализации большую роль сыграло в интернете современных ультразвуковых методов исследования, магистральных артелей головы. Мы по-другому уже понимаем сосуды, появилась термос сосудистая эндотериальная дисфункция, которая стала активно изучаться, и, конечно, углубленно стали изучать вопросы патогенеза инсульта и острых состояний хронических форм нарушения мозгового обращения. И сразу в связи с этим встают вопросы профилактики. Есть стандарты международные, они опубликованы, так же, как во всем мире, такие стандарты применяются у нас. А вот то, что касается хирургическо-профилактики, нарушения мозгового обращения, что здесь можно сказать? Ну, сейчас, конечно, такое поветрие, если хотите, в общем, мода, но мода с положительным знаком. Это, конечно, эндоваскулярная хирургия, постановка стентов, хотя до сих пор, в общем, не доказано, что открытые операции хуже, чем стентирование. Они, в общем, примерно, так сказать, имеют одинаковые показатели, своей эффективности. Надо сказать, что, конечно, ультразвуковые скеннеры, плюс образование, и плюс возможности быстрого проведения, скажем, эндоваскулярных операций, они, безусловно, сыграли свою роль в снижении именно ишемических нарушений мозгового кровообращения. Такие операции, да, действительно, внедрены. Они, по-моему, сейчас во многих городах. Ну, такой, действительно, большой удельный вес по профилактике, особенно повторных инсультов, в том числе, это методы исследования, лечение, конечно, несомненно оказали. А вот теперь тоже касается все-таки такого будущего, да, будущего. Что в перспективе ожидается, где прорыв, вот именно по технологиям лечения инсульта. Мы сказали то, что, допустим, современные технологии, это тромболизис и тромбокстрансия. Да, конечно. Ну, так вот. Но здесь, опять-то, что же сказать? Это все-таки ограниченное число пациентов? Очень ограниченное. Очень эффективное, но, к сожалению, очень ограниченное. Хотя, вы знаете, вот выпускник нашего института, доктор Александров, который сейчас стал весьма, в общем, известным специалистом в Соединенных Штатах Америки, последний раз, когда он у нас был, по-моему, в прошлом году, мы его попросили рассказать о эффективности применения этого метода в малых городах. И вот он сказал, он работает сейчас в Теннессе, там относительно небольшой город, где он работает, то есть там в отношении трафика, дорожного движения особо больших проблем нет, до 30% доходит у них применение тромболитической терапии. Это уже, конечно, совершенно иной уровень. Но он один из пионеров в Соединенных Штатах в плане вот именно таких цифр. А так обычно, да, 4 примерно процента. Публикация таких самых стран благополучных Европы ограничена по территории с хорошей коммуникацией, допустим, Австрия. Много центов хорошей коммуникации, 10-12% максимальная цифра. Наша страна дает сейчас цифру 2,5-2,5%. В каких-то городах больше, какие-то меньше, но в среднем. То есть фактически это избранники судьбы. Красиво. Которые попали... Сказали красиво, Анатолий Иванович. ...попали вот в эти цифры, в эту статистику. А что другие-то делают? Основной массы. Вот. Вопрос в этом, да? Ну, я, например, очень хорошо знаю, что делаю с другими. Их надо, естественно, лечить. Но лечить чем, задается вопрос. Поворачивать каждого раза. Ну, это в отношении тяжелого инсульта. На самом деле тяжелый инсульт это прежде всего не сколько какая-то специфическая терапия, сколько, ну, я терпеть не могу этого слова, базисная терапия инсульта. Это не базисная терапия инсульта, это очень тяжелая работа для врачей и для медсестер отделения интенсивной терапии и реанимации. Если перечислять вообще, что надо делать, ну, перечислить. Я думаю, кто этим занимается, хорошо знает. Хорошо знаю, да. Там, понимаете, намного проще, я всегда, когда там лекции, так сказать, читаю и так далее, я все время говорю о том, что у нас почему-то часто, ну, может быть, до последнего времени существовала такая, некая, так сказать, взгляд на лечение больных с инсультом. Вот если приходит родственник и видит, что у больного стоит одна капельница, ну, да, больного лечит. Если две капельницы стоят у больного, там, в две руки, ну, у больного хорошо лечит. Если, я не знаю, куда-нибудь еще воткнут, какой-нибудь зонт или еще что-то, ну, значит, мы попали туда, куда нужно. На самом деле, это полная вообще ерунда. Почему? Потому что дело не в капельницах с какими-то препаратами, которые улучшают мозговое кровообращение и так далее, а дело в том, что больного надо крутить, больного надо кормить, больного надо поить, больного надо, соответственно, санировать, если он требует искусственной вентиляции легких. Вот. И больному надо проводить гимнастику пассивную для того, чтобы контрактур не было и так далее, гипостатических, вниманий, целого-целого ряда других вещей. И вот если это тяжелым больным делать, тогда мы можем получать какой-то эффект. Если этого не делать, а кто капать какие-то препараты, не буду называть, обижать фермы, то большого эффекта мы не добьемся. Что касается легких форм инсульта, ну, здесь все, конечно, по-другому. Здесь в большей степени терапия направлена в основном на улучшение реологических свойств крови. Это всем известная ацетилсалициловая кислота в различных модификациях. Ну, прежде всего, так сказать, она все же. Или если речь идет о мерцательной аритмии у пациентов, то это непрямые антикоагулянты. Ну, вначале прямые антикоагулянты, низкомолекулярные желательно. Если, так сказать, острый период прошел, то переход на непрямые антикоагулянты, поскольку непрямые антикоагулянты ровно в 6 раз уменьшают риск развития инсульта у больных с мерцательной аритмией. Ну, и, конечно, многие врачи задают вопросы касающиеся нейропротекции. Анатолий Иванович начал при этом улыбаться. Ну, давай, Анатолий Иванович, поговорим об этом. Я скажу, почему улыбается. Дело в том, что за рубежом появился новый термин. Да? Да. Значит, называется термин российские специфические лекарства. Этим термином обозначается именно нейропротетивная терапия. Российские, значит, вышли в 17-м году Американская ассоциация по лечению инсульта. И там четко написано, что нейропротетивная терапия не доказана. И в качестве доказательства приводят такое исследование, ВАСМАК называется, которое было опубликовано в Штатах в 13-м году. на основании работы, которая была выполнена на скорой помощи. Значит, бригада скорой помощи, там нет врачей, там нет филишеров, там парамедицинский персонал. Вот они вводили, прям сразу, как случался инсульт, приезжая к этому пациенту, вводили сульфат магния. А потом продолжали, проведили сульфат магния уже в сценарии. И провели потом уже анализ исходов инсульта. Вот. И показали, что вводили сульфат магния, что не вводили, и исходы, в общем-то, одинаковые. Но я вследствие своей любопытности все-таки потрясовался этим исследованием, вошел в Американскую библиотеку, там, где она хранится, эти все документы. Что казалось, вот в этом исследовании были больные, три больных, больные с геморрагическим инсультом. И вот на основании этого сделали вывод, что это не доказано. О чем говорит? О том, что есть какая-то привзятость, судя по всему, что есть, в общем-то, недостаточная рандомизация пациенту. И вот на основании одного такого недостаточного квалифицированного учреждения исследованием сделал вывод в американских рекомендациях. Не доказано. Это, я не говорю о том, что все такие исследования проводятся, но сам факт, что серьезные организации, три, которые подписались американские документы, в качестве такого доказательства приводят такое исследование. О чем он говорит? Исследования, конечно, идут. Вот я хотел сразу, прежде чем мы с вами так немножко подискутируем, все-таки есть хорошо писан так называемый ишемический каскад. Ишемический каскад, который никто не спорит, он, в общем-то, есть, он начинается в острофазе, он есть при геморрагическом статике, и в суде тоже самое. И там многие реакции каскадные, на которые можно влиять с помощью различных лекарств и препаратов. Но когда в эксперименте, кстати говоря, много таких работ, которые подтверждают, эффективность препаратов, когда мы переходим в клинику, там получаются недоказанные следы. Вот почему недоказанные? Почему с точки зрения патогенеза, обоснованности, они показаны, в эксперименте они дают хороший результат, а людей нет? Почему? Ответ очень простой. Да. Потому что нет адекватных моделей экспериментальных ишемического инсульта. И в общем-то не очень адекватные модели геморрагического инсульта. Это основная проблема. Потому что мы с вами можем назвать штук 30 препаратов, которые блестяще себя показали в эксперименте, но, к сожалению, когда речь доходит до клинических исследований, они оказываются неэффективными. Но, вы знаете, я вообще хотел сказать такую интересную вещь. Я в одной из ваших статей, Анатолий Леонидович, почитал, ну, мне очень понравилась одна такая фраза, мысль в отношении двойных слепых плацебо-контролируемых исследований. Мы знаем, я к нашим коллегам обращаюсь, что с начала 90-х годов в медицину активно вошла так называемая evidence-based medicine, то есть доказательная медицина, основанная на двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях, на мета-анализе, который, как бы, еще, так сказать, приподнимал планку достоверности над двойными слепыми исследованиями. И очень долгое время люди молились на результаты этих исследований. Но я все время говорил о том, что, безусловно, необходимо знать результаты этих исследований, но дело все в том, что они хороши для подавляющего большинства людей, их результаты, но не для всех. Общей позицией была, если этот препарат доказано, что он неэффективен, то ему никому не надо давать, не применять, ничего, не обращая внимания на особенности. И вот что мне очень понравилось в одной из ваших статей, то, что вы сказали, что после того, как мы начали понимать, что впереди нас ждет искусственный интеллект, и сейчас основа каких-то серьезных выводов не двойные слепые плацебо-контролируемые исследования, а то, что называется красивым словом big data и deep learning, то действительно все вот эти Кокрановские обзоры и так далее, и тому подобное, они нуждаются, видимо, в определенном повторении, но уже на абсолютно другом контингенте, я имею в виду количественном контингенте людей, потому что исследования редко бывают больше, чем на 10 тысячах людей, в то время как big data это речь о 100 тысячах и более, мне очень понравилась эта фраза, она абсолютно была правильная. Ну, вообще-то я скажу, что доказательные исследования, которые приходят читать, такое впечатление, что там все идут как прям на параде, все в одну ногу шагают затылок-затылок, а на практике что? Больная это разрозная толпа, толпа, которая совершенно все по-разному. Нет, ну, мы все в принципе, как наши отпечатки пальцев, они у всех разные. Конечно, нельзя вот так действительно строго прямо, что это все доказано, не доказано, это честно такой арифметический подход. Но все же, как же быть нам с нейропротенцией? Мы будем ее дальше изучать? Будем как-то пытаться обосновать необходимость? Или все-таки это уже действительно не очень показывало? Ну, вы знаете, я думаю, что у каждого из нас, тех, хотя бы кто лет 5 занимался лечением больных с инсультом, есть свой собственный клинический опыт. И мы прекрасно знаем, что в целом ряде случаев применение такого рода препаратов, оно безусловно дает эффект. То есть мы его видим своими собственными глазами. Понимаете, тут никакие статьи, двойные слепые и так далее, они не могут ничего сказать. Мы видим эффект. В принципе, надо сказать, что любой вообще препарат, он может быть сто раз каким-то хваленым и так далее, но если он не дает в конечном счете клинический эффект, никакие статьи, посвященные его эффективности и так далее, они для практического здравоохранения не являются. Фактически есть другой метод доказательности, это реальная клиническая практика, однозначно. Однозначно. Но, извините, я вас перебью. Но, я вам хочу сказать, уважаемые коллеги, к нам стремительно приближается то, что называется искусственным интеллектом. Вот это самое, между прочим, такое страшное. Дело в том, что благодаря искусственному интеллекту уже более 150 профессий исчезли с лица земли. И в отношении, по крайней мере, диагностики, медицинской диагностики, я боюсь, что через не такой большой период времени эта судьба грозит и тем людям, которые занимаются именно медицинской диагностикой. Благодаря тем самым big data, deep learning и так далее и тому подобное. Ну, извините, я вас перебью. Ну, такая перспектива весьма не радует многих специалистов, которые нас сейчас слышат. Но, действительно, такая проблема, наверное, есть. На самом деле, есть. А какие все-таки перспективные технологии, как вы считаете, при лечении инсульта? Вот сейчас говорят много о клеточной технологиях, да? Появились приказы Минздрава разрешающие в практике в 18-й год приказ, в 19-й год приказ применения таких клеточных биомедицинских продуктов и лекарственных формаций. Так вот, как вы считаете, при инсульте это будет перспективно, будет развиваться? Есть какие-то уже работы по этому поводу? Теоретически это должно быть очень перспективно. Теоретически. Потому что благодаря открытию двух нобелевских лауреатов японца и монакии и англичанина, которое было сделано где-то 6 или 7 лет назад, действительно, предположим, взяв небольшой соскоп клеток кожи с запястья, посадив в определенную среду и внеся туда определенные гены, получить в итоге нейроны. И мы знаем с вами не на примере инсульта, а на примере нейродегенеративных заболеваний, что такие опты вначале на мышках, а сейчас уже некоторые добрались и до клиник, они идут и идут с достаточно большим успехом. Конечно, один из самых больших вопросов это тертогенность. То есть да, онкологическая настороженность. Да, онкологическая настороженность. Но я думаю, что это имеет под собой и базу определенную, и в общем какие-то перспективы безусловно. Сказать сейчас что-либо более серьезное наверное не стоит, потому что это дело тонкое и мы всегда очень часто обольщаемся первыми результатами, хотя в итоге эти результаты становятся все более приземленными и занимают свое место в ряду целого ряда других вещей. Ну посмотрим. Я считаю, что конечно есть прямой смысл заниматься этим. В одном интервью мне очень понравилось ваше интервью, которое было на пятом канале в пятнадцатом году, которое проводил академик Ковальчук, вы были в его программе. И там вы сказали фразу, которая действительно полностью соответствует реальным, настоящим. Сказали, что многие десятилетия мы занимались на реализации. Это определяло вопрос изучения инстинута. на последнее время многие и то, что технический прогресс связано конечно с нейрорепетацией. На самом деле так? Знаете, то, что происходит последние лет десять в мире, благодаря прежде всего конечно научно-техническому прогрессу происходит в области медицины, назвать именно как революции нельзя. Это действительно практически аналог той революции, которая произошла в середине 70-х годов, когда появились первые компьютерные томографы и медицина стала совершенно другой в плане точности диагностики и контроля за результатами лечения. То же самое происходит сейчас с нейрореабилитацией. Классическая реабилитация была и ею сейчас занимаются активно, все замечательно, все хорошо. Но современные установки позволяют во-первых в разы ускорить восстановление тех или иных функций у человека, если мы говорим о неврологии. Реабилитация вообще в основном это вещь касаемая прежде всего неврологии и травматологии, если мы говорим о движениях. И все эти установки заменяют много инструкторов лечебной физкультуры с одной стороны, с другой стороны они не такие монотонны, они довольно интересны, потому что проходят в игровой форме. Современные технологии реабилитации позволяют делать то, что до этого казалось совершенно невозможным сделать. Но я думаю, что об этом нам есть и кому рассказать в деталях, и соответственно мы вам конечно же покажем то, что делается сейчас в научном центре неврологии. Я так по скромности считаю, что на сегодняшний день лучшая нейро-реабилитация в стране находится в стенах нашего института и надеюсь наши коллеги после того, что мы им сегодня покажем согласятся с этим мнением. Прежде чем Наталья Александровна рассказывает о достижениях современной реабилитации, а можно вас дать личный вопрос? Вы раньше работали в реабилитационном отделении вместе с Михаилом Александровичем больше 10 лет развивали нейро-реабилитацию и вдруг перешли на нейро-реабилитацию. Почему? Что это вам дало? А можно я вначале отвечу? Мы просто очень высокого мнения о профессиональных способностях как врача Натальи Александровны и мы подумали подумали и решили кто как не нейро-реаниматолог может поставить на должный уровень нейро-реабилитацию. Извините. Спасибо Михаил Александрович. Здравствуйте уважаемые коллеги. Очень интересный вопрос Наталья Иванович. Но конечно говоря об инсульте я могу сказать следующее со мной согласятся многие. Только первые несколько часов от момента повреждения ткани мы имеем возможность внедриться в этот процесс и радикально изменить судьбу пациента. Если по тем или иным причинам мы этого сделать уже не можем то уже на реанимационной койке должна начинаться реабилитация. и от ее эффективности от тех подходов которые будут применены в том критическом состоянии когда пациент находится в том самом сложном периоде когда пациенту нужно активизироваться сесть в постели встать на ноги от этого в будущем зависит в целом весь функциональный исход. проблема очень сложная она касается не только пациента она касается его семьи его окружения и на самом деле работая в реанимации более 10 лет занимаясь пациентами с инсультом и с другой тяжелой неврологической патологией я пришла к тому что действительно необходимо развивать именно это направление для того чтобы получить наилучший результат для наших больных весьма убедительно теперь же какие технологии самые такие перспективные интересные да технологии сейчас действительно развивается очень стремительно и часть из них уже довольно прочно вошли в нашу жизнь наверное уже ни для кого не секрет что роботизированные электромеханические устройства действительно эффективны и об этом в 2013 году были опубликованы результаты метаанализа было доказано что у пациентов с инсультом значительно быстрее восстанавливается функция ходьбы даже если этот пациент в результате своего заболевания потерял эту способность в остром периоде и как сказал совершенно правильно Михаил Александрович действительно эти устройства помогают с одной стороны облегчить труд инструктора лечебной гимнастики а с другой стороны они позволяют больному привить тот паттерн ходьбы который он потерял изначально и если это возможно конечно в его ситуации и очень важный момент пациент должен как можно быстрее быть возвращен в реальную жизнь чем быстрее он вернется из больничной койки в свою среду в свое окружение тем эффективнее будет дальнейшее восстановление это показывает практика и результаты исследований и электромеханические устройства роботизированные методы они позволяют не только восстановить ходьбу они позволяют восстановить и функцию руки а благодаря программному обеспечению которое сопутствует этим устройством можно дополнительно развивать и когнитивные функции и внимание и память что немаловажно для наших больных кроме электромеханических устройств имеем возможность использовать виртуальную реальность эта технология сейчас очень бурно развивается не только в здравоохранении но и в других сферах и благодаря возможностям виртуальной реальности с полным или частичным погружением пациент действительно может проводить свое время занимаясь тренировками и понимать зачем он это делает с какой целью потому что благодаря пониманию того что из себя представляет реабилитация произошло знаете совершенно изменилось отношение к восстановлению функций раньше мы стремились к тому чтобы увеличилась сила мышцы снизилась спастичность по каким-то шкалам допустим мы получили по неврологическим шкалам мы бы получили положительный результат сейчас мы боремся за функцию и нам в принципе даже уже может быть и не важно восстановилась ли на 100% мышечная сила шкала международная функционер совершенно верно международная шкала которая позволяет так сказать изменить отношение к больному в принципе и если пациент не мог взять в руки стакан а теперь может то уже не важно насколько красиво он делает это движение самое главное что он стал менее зависим от окружающим и стал более полноценно жить и более качественно вот искали про виртуальную реальность получается чтобы это все дистанционно можно делать больной себя дома комфортных условиях а врач это может контролировать его да конечно сейчас существует совершенно замечательные технологии они позволяют пациентам находящимся совершенно в разных каких-то городах заходить в виртуальное пространство с помощью шлемов или очков и заниматься виртуальном зале лечебной гимнастики под руководством безусловно под руководством инструктора методиста который составляет реабилитационную программу для этих пациентов и это действительно можно делать дома для этого не надо ехать в больницу такие возможности совершенно изменили так сказать всю систему реабилитации такие программы есть у вас в центре да мы сейчас с одним из известных так сказать организаций занимаемся развитием да и у нас есть опытные образцы с помощью которых мы уже начали испытания да антон надо добавить я думаю Наталья Александровна сейчас расскажет о такой очень интересной технологии многообещающей как мозг-компьютер интерфейс и о различных видах и транскраниальной магнитной и электрической стимуляции головного мозга которые ну просто открывают совершенно фантастические перспективы в плане восстановления да Михаил Александрович спасибо большое действительно интерфейс мозг-компьютер это технология которой в нашем центре занимается уже несколько лет совместно с другими учреждениями я видел на выставке когда был съезд невролога в Петербурге вы там демонстрировали конечно производит грандиоз запечатление да действительно так пациент усилием мысли может управлять внешними устройствами и возможности интерфейса мозг-компьютера они достаточно широки есть революционные технологии а есть ассистивные революционные позволяют действительно воздействовать на нейропластические процессы активировать восстановление функций и это было доказано с помощью фундаментальных исследований и достоверно улучшать функции а другая возможность интерфейса мозг-компьютер это ассистивная когда пациент в результате если он в результате заболевания потерял какие-то способности то с помощью управления мыслями он может допустим коммуницировать со своими окружающими или с людьми допустим находящимися в других местах общаться просто или скажем включать там чайник еще какие-то устройства силой мысли силой мысли это фантастика да но в нашем центре мы вот прежде всего занимаемся революционными возможностями интерфейса мозг-компьютер есть какие-то результаты да вы знаете есть результаты впервые в мире было проведено исследование усилиями нашего центра усилиями Моники и Рниму имени Пирогова да проводилось мультицентровое исследование по оценке клинической эффективности интерфейс мозг-компьютер у больных для восстановления функции руки после инсульта и было это было плацебо контролируемое исследование и было доказано что действительно восстанавливается у больных достоверно восстанавливаются функции как в проксимальных так и в дистальных отделах и вы знаете немаловажно нам удалось показать что эта технология действительно эффективна и у больных с плегией в настоящее время интерфейсом мозг-компьютер альтернатив нет это единственная технология которая позволяет активно выполнять тренировки при плегии при плегии силой мысли тренировать нейропластические процессы в мозге и добиваться результата усилия механические здесь не дается в аппарат только мысль получается да если пациент с плегией он желает двигать но не может но благодаря вот этому усилию мысли представлению движения воображению движения активируются сенсомоторные ритмы в коре головного мозга устройство их считывает декодирует соответствующим образом и передает этот сигнал в случае успешного представления на так сказать совершает обратную связь биологическую а ведь там же есть перерыв пирамидного пути как это осуществляется я думаю что это осуществляется и за счет здорового полушария в том числе ассоциативные зоны включаются включаются ассоциативные зоны и действительно результат он имеет место быть и отм.с. обязательно расскажите да да и вот я закончу что конечно интерфейс мозг компьютера в настоящее время есть уже отечественные устройства есть устройства которые уже зарегистрированы как медицинское изделие есть устройства которые сейчас вот будут находятся на этапе регистрации и я считаю что это очень перспективно в плане внедрения в революционные центры занимающиеся восстановлением пациентов вот касается стран транскринальной магнитной стимуляции во многих учреждениях такая большая катушка которая кладется на череп и прям все полушария под магнитом есть какие-то новые интерпретации этой технологии да конечно несмотря на то что технология транскринальной магнитной стимуляции имеет уже очень большую историю более 30 лет она известна ее диагностические возможности но и терапевтические тоже и имеется довольно серьезно доказательная база для восстановления моторных когнитивных функций у больных с неврологическими нарушениями и в том числе при инсульте но существует довольно серьезная проблема вариабельности эффекта довольно большой процент до 20 процентов пациентов не отвечают на эти режимы стимуляции и одно из решений этой проблемы является индивидуальный подход персонификация всем известные постулат современной медицины и реабилитации есть существуют установки навигационные транскринальной магнитной стимуляции которые позволяют подбирать мишень для стимуляции поскольку эти приборы дают возможность интегрировать результаты магнитно-резонансной томографии и позволяют визуализировать собственно мозг кору человека и выбирать мишень под наши задачи можно проводить навигацию по структурной МРТ по результатам функциональной магнитно-резонансной томографии мы можем использовать различные парадигмы пассивные или активные и активировать зоны которые мы потом хотим на которые воздействовать и у такой технологии очень большое будущее и уже сейчас мы имеем довольно убедительные результаты которые тоже были получены в результате контролируемых исследований они позволяют подтвердить эффективность в отношении восстановления функций после инсульта но я думаю что то что мы сейчас услышали конечно в общем-то наше воображение еще больше развивается новые методики новые технологии новые возможности и новые результаты вот сегодня мы много нового услышали я думаю что эта программа была интересна многим нашим слушателям но мы с вами сегодня еще не прощаемся я надеюсь после вот этой передачи когда мы с вами разговариваем мы все-таки пройдемся потом отделением центра неврологии и посмотрим все это воочию а потом мы все это покажем всем нашим зрителям в записи и на первом медицинском канале кто может посмотреть и нашу программу визуальную и кроме того экскурсию по отделению центра неврологии которую мы сейчас и проведем спасибо большое всем за участие спасибо все доброго вам в работе дальнейших успехов вам и вашим больным на пользу нашего лечения нашей диагностики спасибо большое до свидания до следующих встреч до свидания до встречи до встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова